Позиция защитника в его ротарее — это, можно сказать, неблагодарное дело. «Да как можно шесть чемпионатов в Украине?» «Это нереально, наверное. Тут футболиста в шахтере лелеет, ему создают все условия, лишь бы он показывал максимальные результаты на футбольном поле». Павло Фонсека много раз сказал для меня, как для центрального защитника, когда переступаешь порог дома, уже не думаешь ни о футболе, ни о чем, просто живешь этими шкетами маленькими. Андрей вышел ко мне, увидел меня уже в экипировке утром. Он говорит, папа, чего ты с нами не живешь? Ладно, что есть такой отец, который вовремя позитивник даст, скажет, успокойся. Тренер мой детский трюбовик, Рассивиджа, говорит, что здесь на фамилии написано «Крысово»? Говорит, я что-то такого не знаю. Я ему сказал, еще узнаете, не переживайте. Добрый день, дорогие друзья. Очередной выпуск нашего проекта. Сегодня у нас в гостях парадоксальный футболист, человек, который сочетает в себе такие качества, как жесткость, неуступчивость, брутальность на поле игровом. И, наверное, самый веселый человек в раздевалке Сергей Кривцов. Здравствуйте. Привет. Послушай, в какой момент ты понял, что ты действительно душа раздевалки? Потому что кого не спроси в команде, кто отвечает за юмор, за какие-то приколы, за пранки. Все говорят. Кривцов, Криво. Еще вчера поездка на машине была для меня настоящим испытанием. Моим стопам было постоянно холодно. В любой момент нога могла соскользнуть и удариться в машину или педаль. Друзья показывали на меня пальцами и смеялись с голого пола моей машины. Дети не хотели ездить с папой. Из-за этого начались проблемы с женой. В какой момент это произошло? Это с рождения. У меня, в принципе, в семье все с чувством юмора, с хорошим чувством юмора. И на сборах и так внутриколлективно тяжело без шуток, без разных подколов. Я думаю, на сборах невыносимо было бы все время каждый раз просыпаться, идти на тренировки без какого-то юмора. Так что это уже у нас в Шахтере неотъемлемая часть. Уже много ребят, которые понимают эти шутки. Поначалу, может быть, было грубо с нашей стороны, но сейчас это уже нормально, вошло в привычку. Над кем больше всего шуете? Над украинцами, над бразильцами? И вообще есть человек, над которым всегда появляется какой-то повод пошутить? Я знаю, раньше, наверное, был Василий Кобин, такой самый веселый парень, над которым все время какие-то розыгрыши делали. У Васек, да. Да нет, сейчас мы какого-то одного не цепляем игрока. Над всеми можно пошутить, все понимают шутки. И меня тоже травят. Нет такого там упорства, что ты на меня сказал. Там до драки дело. Все понимают, все с прекрасным чувством юмора. Так что это только плюс в коллектив. А кто еще вот такие топ-3 игрока по твоей версии в Шахтере, кроме тебя, с лучшим чувством юмора? Леха Шева с хорошим чувством юмора. Бодя Бутко, хорошие шутки у него залетают. В принципе, так кого-то выделить тяжело, потому что мы когда в раздевалке собираемся, если все в хорошее настроение, мы эту волну ловим, и у нас уже понесло, нас уже несет, и нас не остановить. Я как-то читал, что у тебя была альтернатива, если бы не футбол, то служба в армии. Это правда? Или как вообще сочетается такое серьезное дело с чувством юмора? Да, ну что нет. Я просто... У меня была такая, может быть, не мечта, а цель в детстве. Потому что мой отец был пограничником, и много рассказывал мне за свою службу пограничную. И у меня была тоже такая цель отслужить в армии. Но потом уже, когда я серьезно занялся футболом, я понял, что это будет потрачено не два года без футбола, и потом влиться будет в профессиональный спорт тяжело. И эта мечта уже отбросилась, остался только футбол. А отец поддержал тебя в этом, в том, что ты выбрал футбол? Потому что обычно военные очень хотят, чтобы их сыновья продолжили династию. Нет, у меня отец не прям военный. Он не продолжил свою военную службу. Отдал долг родине, можно так сказать. А дальше уже устроился на завод, и вот по сей день работает на заводе Запоршталь. Он, я думаю, если бы не он, то я бы сейчас не профессиональным футболистом, он внес огромный вклад в мое развитие. Он и возил меня на игры, на турниры, на тренировки. Мне подсказывал вовремя, сбивал звезду золовой, когда начало что-то получаться. Так что, если бы не отец, я бы не был футболистом. Какой возраст, когда звезда появилась, зашла? Ну, это я начал вызываться в юношескую сборную по своему возрасту. Потом меня начали вызывать. Еще одну победу на чемпионате Европы? Да, да, да. Потом начали вызывать уже на год постарше. И как ни крутишь, все равно подростки в окружение попадаешь, там все тебе на руках носят, и сборник. И закрутилось. Ну, благо, что есть такой отец, который вовремя позатильник даст и скажет, успокойся. Все нормально. Я помню, как сейчас, с чего все началось. С того, что я учился в первом классе и зашел тренер районной команды, звезда, и сказал, что, ребята, идет набор вашего года рождения. Желающих прошу сегодня явиться вечером на стадион. Там он был в 500 метрах от моего дома. Пришел, понравилось. Хотя, там, по сути, мы и не правила не соблюдали, не знали вообще понятия, никаких правил. Просто нравилось бегать с мячом, бить поворотом. И вот с этого все закрутилось, пошло по сей день. В детстве обычно все играли вот в этих футболках, где-то там на рынке купленных, да? Но чтобы обязательно была любимая команда или кумир, фамилия на спине, у тебя была такая футболка? Да, вначале у меня была Шевченко с Милана футболка. У меня была кличка Шева, я все время пытался играть на падении. Во дворе получалось. А потом родители мне подарили на Новый год форму сборной Украины с моей фамилией. Тогда, ну, ни у кого, я думаю, тогда в дешевле Запорожье не было такой формы. Я еще в тот момент пришел на просмотр в Металлур Запорожье, уже со звезды. И тренер мой детский трюковик Виктор Васильевич говорит, что у тебя на фамилии написано, крыльцо. Говорит, я что-то такого не знаю. Я ему сказал, еще узнаете, не переживайте. Такой бросил тебе вызов на всю жизнь, на всю карьеру. Да, да, да. Можно быть, меня подстянул это. В какой момент происходит у молодого футболиста вот этот выбор позиции? Вот как ты стал, ты говорил, что играл в нападении в первой команде, и больше, наверное, тебе нравилось, как и всем мальчишкам, играть в нападении, забивать. Как стал центральным защитником, и не было ли желания в более таком взрослом, зрелом возрасте сменить позицию? Это в основном выбирают тренеры, которые тренируют детей. В моем случае произошло так, я за год буквально на 15 сантиметров вырос. Какой-то скачок такой у меня случился, и тренер предложил попробовать на позиции центрального защитника. Плюс у нас так получилось, один уехал куда-то на море, два человека травмировалось, и я попробовал, и мне понравилось, и тренер поддержал меня в этих начинаниях с центральным защитником. И, в принципе, я не жалею, что перешел на эту позицию. Не было такого, да, чтобы потом вспоминать тренера? Что, что меня не поставил в нападении? Ну, так как нельзя сказать, что я там жалею, да, позиции защитников и воротарей, это, можно сказать, неблагодарное дело. Все время каждая ошибка, это более заметно, чем у тех же полузащитников, тем более, или у нападающих. Но каждая позиция важна, тем более наша главная задача защищать ворота. У тебя из детства осталась какая-нибудь реликвия, например, первый мяч, первый бутс, или вот эта футболка с фамилией Кривцов сборной Украины? Что-нибудь такое памятное? Ну, из такого, именно из таких вещей, я думаю, нет. Остались дипломы, остались медали с детских турниров. И остался, мне мама попросила завести дневник, в каких странах, в каких городах я участвую. Ну, чтобы, говорит, потом, по течение нескольких лет было интересно открыть, посмотреть, где ты был, там, с кем вы играли. И у меня, наверное, тетрадь 18 листов, наверное, там вся она заполнена. В каком возрасте перестал уже записывать? Да, я думаю, лет уже 16-15 уже, когда попал на профессиональный уровень уже отбросил. Я думаю, сейчас я каждый свой выезд записывал бы. Сейчас так флажочки, да? Да, мне супруга подарила эту карту, там, где надо затирать, но руки не дошли до этого. Сергей, первый профессиональный клуб «Запорожский Металлург», ты там вырос в Дюхэл, да, в Дю США, и играл за «Металлург-2». Ходят просто легенды, да, о тех нравах, которые тогда царили в украинском футболе по отношению к молодым игрокам в том числе. Для тебя это не стало такой альтернативой армии, игра за вторую команду «Металлурга»? Ну, кстати, я проводил параллельно так вот, опять же таки рассказам отца о дедовщине в армии и о тех временах второй лиги. Да, было это. Я думаю, на сегодняшний день, я думаю, это более полезно было, чем сейчас молодежь приходит и себя даже больше, чем вольготно чувствует. У них нет уважения к старшим у некоторых, они не слушают подсказ. Здесь не говорится ни о каком-то пихании, можно так сказать, но есть игровой подсказ и есть авторитет старшего игрока, который хочет тебе сделать лучше своим подсказом, но некоторые не прислушаются к этому. Как ты думаешь, почему так происходит? Почему так за 10 лет поменялись сильно характер и нравы молодых футболистов? Ну, опять же, какие-то поколения, здесь диджитализация, здесь уже сейчас посмотрите, уже без телефонов жизнь свою никто не представляет. И все меняется в этой жизни, я думаю, и сами люди меняются. И они чувствуют себя вот уже в таком возрасте очень популярными, да? И популярными, да, и они никому ничего не должны, уже меняются какие-то ценности. Я же говорю, если я раньше приходил во вторую команду, я смотрел, там ребята по 33-34 года, они выходят, они играют за свои семьи, зарплаты мизерные, жили в основном за премии, им надо образно покупать детям молоко. Если они эту игру не выиграют, то дети будут лодные. Ну, это так, утрированно, я говорю. А ты уже выходишь, тебе кровь из носа надо биться, потому что они с тебя спросят в раздевалке, если ты где-то ножку уберешь, где-то там пойдешь в обводку своей штрафной. Вот это, конечно, воспитывают. И кто через это проходит, потом намного легче уже в большом футболе. Сейчас еще многие после игры не успевают там свисток просвестить сразу смартфоны, да, в соцсети. Ты вообще много времени проводишь в соцсетях? Когда в Украине нет, когда на сборах, достаточно, думаю, больше времени в Ютубе или в Инстаграме. Ты, кстати, может быть, и такая школа в том числе помогла вам добиться самого большого успеха для Украины на юношеском уровне. Это победа в чемпионате Европы 2009 года. Я прекрасно помню те матчи. Я тогда жил в Донецке, ходил на все матчи, смотрел. Ты помнишь этот турнир? Это вот важное воспоминание твоей жизни, важный трофей. Да, я думаю, один из самых важных, это точно. Тем более, меня долгое время Металлург Заборожский не отпускал, потому что не было такого права на товарищеские турниры, профессиональный клуб мог не отпускать. Но когда уже прислали официальный факс на Металлург, что сборная такого-то года рождения хочет видеться на составе Сергея Кривцова, официальный турнир чемпионата Европы, тогда уже отпустили, и я там буквально сыграл двусторонку, Юрий Николаевич Калитвинцев сказал, что ты в обойме, завтра прилетай и поедем уже в Донецк готовиться к чемпионату Европы. Поначалу, конечно, вера была в то, что выиграем, но понимали, какие соперники нас ждут впереди, что это будет тяжело, но после третьего матча в группе, когда нам нужна была только победа, и мы десятером остались при ничейном счете в первом тайме, и потом на 80 какой-то минуте там забили, и после этой игры уже, я смотрю на всех ребят, у нас была уверенность, что кубок от нас уже никуда не денется. На кураже просто. Да, 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 мы даже когда выиграли, я развалил потом с ребятами после игры, у нас даже не было там какой-то такой эйфории радости, у нас это случалось, как так и должно быть, мы должны были выиграть, и все. Я, кстати, обратил внимание тогда, что вот действительно не было каких-то эмоций таких невероятных, спокойно, буднично, да, стали чемпионами Европы. А вот эта важность этого успеха, этого трофея, она потом с годами пришла? Потом уже, когда оглядывались назад, понимали, что, вау, да мы это сделали. Это недели две прошло, ты уже когда сидишь, начинаешь задумываться, тебя все поздравляют, и ты действительно понимаешь, ты на данный момент в этой возрастной категории, ты сильнейший в Европе, и это впервые для независимой Украины такой кубок, и это, ну, я считаю, это, ну, большая заслуга и всего коллектива, того и тренерского штаба. Все очень часто любят вспоминать, когда вспоминают об этом турнире, говорить о том, что вот мало футболистов раскрылось на взрослом уровне, вот действительно вышли на какой-то топ-левел, да? Как ты думаешь, почему, вот можно тебя вспомнить, Богдан Бутко, кто еще, Денис Гармаш, да? Да, рыбалка. И остальные, вот более такой уже средний уровень, кто-то вообще потерялся. Почему так произошло? Это уже ведь был не детский возраст, 19 лет уже, два шага до профессионалов. Ну, тут тоже, опять же таки, может подростковые, подростковые эти дела, может голову некоторым скружила этот успех. Да, не мог этот успех, вот, повлиять. Да, вполне может, тем более, вот, зная ребят с Академии Киевской Динамо, какие это все-таки столица, там есть возможность пойти в разные ночные клубы, рестораны, и тогда этот успех, может быть, их подтолкнул к этой жизни, и из-за этого не получилось и в профессиональном футболе. Ну, можно перечислять разные факторы, может, у кого-то там не пошло из-за тренера. Ну, субъективные, да, бывают причины у каждого сайта. А вы не помогаете преодолеть вот эту эйфорию ребятам, которые в 2019-м стали чемпионами мира? Наша сборная Ю-20, в принципе, та же история, да, андердог, которого никто особо не рассчитывал увидеть, с золотыми медалями, и вот ребята прошли этот путь, стали чемпионами. Вы им что-то подсказываете? Мы 10 лет назад тоже так начинали. В нашем, если честно, можно ничего не говорить, потому что и Валера, и там Бондарь, и Секан, они скромные ребята, я у них не вижу ни звездной болезни, они как до этого работали хорошо, так и сейчас они на все 100% выкладываются в тренировочном процессе. Так что им можно только подсказывать на поле, а так в жизни они ведут себя прекрасно. После этого события, победа на чемпионате Европы 2009, ты уже ждал предложения от кого-то из грандов? Шахтер, Динамо? Были такие мысли, что вот-вот должен позвать? Нет, вообще не задумывался. Я тогда буквально только начинал свою карьеру в большом футболе в Металуре, в Запорожье. Я жил в своем родном городе, играл за свой родной клуб. Родители, близкие все жили в Запорожье. Я даже не задумывался о смене обстановки. Мне все устраивало в Запорожье. Я хотел еще поиграть как минимум сезон, закрепиться, укрепиться как футболист и уже потом дальше идти куда-то, повышать эту планку. Как произошел этот первый контакт с Шахтером? Как ты узнал об интересе и быстро ли принял решение в переходе в Донецк? Да, буквально вчера закончился чемпионат Украины. И на следующий день мне уже позвонил владелец Металуре, в Запорожье сказал, что есть интересы с Донецкого Шахтера. Меня и Тараса приглашают пройти медосмотр, провести переговоры. Мы согласились, сели в машину с агентами, поехали, прошли медосмотр. И в течение, наверное, часа переговоров, если так можно назвать, мы уже вышли игроками Шахтера. Вы с Тарасом тогда уже дружили, были лучшими друзьями? Или вот это сближение произошло как раз после переезда в Донецк? Я думаю, после переезда в Донецк мы стали ближе общаться. Мы как бы были друзьями, мы не были, так сказать, товарищами. Мы были друзьями, но мы не так плотно общались. А вот уже при переезде в Донецк как бы и помогали друг другу, потому что новая команда, новый коллектив. Я думаю, это нас сблизило и уже мы кума я. Тарас рассказывал, что когда подписали контракт с Шахтером, там буквально или в этот же день, или вот в ближайшие дни, вас пригласил к себе на чай Ренат Ахметов, президент клуба. Вот какую ты запомнил, что из этой беседы первой? Тарас рассказывал, какие-то советы ему давали, и вот они ему помогли в жизни. А что тебе запомнилось? Ну, я, если честно, был приятно удивлен. Как бы я знал, что Игорь Леонидович, президент, которого авторитет огромный, которого все уважает, но два молодых, можно сказать, пацана, которые подписали контракт с Шахтером, и их сразу же приглашает президент клуба на, так можно сказать, на встречу Тет-А-Тет. Был приятно удивлен. Он нам, да, сказал, вы работаете, у вас все будет хорошо, вы пришли в великий клуб, и если вы будете отдавать все свои силы ему, то клуб вам ответит взаимностью. Величие клуба сразу почувствовали? По именам, которые были рядом? Вот кто для вас самый был такой футболист авторитетный? Даже не по именам я почувствовал, а по отношению к себе, от администраторов, от медицинского персонала, как тут футболиста в Шахтере лелеет, ему создают все условия, лишь бы он показывал максимальные результаты на футбольном поле. Вот это, конечно, меня в первую очередь поразило. Но все-таки кто из того Шахтера 2011 года больше всего вас впечатлил в тренировочном процессе, в быту, по своему профессионализму, своим качествам человеческим? Фернандин, наверное. Для меня он, наверное, и останется самый сильный футболист в Шахтере, которого я видел. Говорят, еще модель за нем хороший, но в Фернандине у него были все качества, и отборы, и техника, и удар, агрессивность. И в быту он спокойный человек, плюс часто его видел в тренажерном зале на разных процедурах, он живет футболом, и вот видите, насколько он уже, в каком он возрасте играет на таком уровне. Но в 2011 году еще не было даже разговора о том, что он куда-то перейдет в Европу, а вы уже понимали, что это потенциально футболист, который будет играть на зачайшем уровне? Да, да. Я думаю, ну, это уже было видно, и даже по тренировкам было видно, что он в любую команду, топ в команду, его возьми, он как минимум не испортит. Сейчас Шахтер каждый год встречается с Монсити в Лиге чемпионов. С Ферной как-то обсуждаете это? Разговариваете на эту тему? Ну, мы с ним не так тесно общаемся. Он к нам заходит после каждой игры в раздевалку, они там с бразильцами сидят разваривают. К нам, бывает, подходят, спрашивают, как дела у него, ну, так, как больше перекинутся фразами. Я думаю, ему приятно все время видеть, каждый год видеть своих друзей. У Шахтера целые такие поколения есть, да, футболистов. Одни уходили в Европу, появлялись новые футболисты, вырастали, уходили. Как, по-твоему, какой Шахтер самый сильный из тех девяти лет, что ты сейчас выступаешь за команду? Наверное, сильный. Если по результатам следить, то, наверное, из того, что я застал, самый сильный – это тот состав, когда дошли до полуфинала Лиги Европы. Севилей. Севилей. Если по результатам. Если по людям так смотреть, я думаю, самый сильный – это когда был еще Генрих Мегетариан, Вильям Костом. 12-13 примерно. Да, да. Ну, по людям тогда действительно, сейчас все эти игроки играют в самых лучших чемпионатах в топовых командах. Ты один из немногих футболистов нынешнего состава, кто еще играл на Донбасс-арене. Какие у тебя впечатления остались об этом стадионе, об этой атмосфере? Потому что уже немногие помнят, как это все было, к сожалению. Ну, я первый раз, я играл еще за запорожский металлург. У нас была игра, по-моему, в декабре. Тогда еще поле не сильно прижилось, еще было много песка. Тогда как-то не почувствовал, может, из-за того, что трибуны были не заполнены. И тогда просто сырали игру. А уже, когда я перешел в Шахтер, я вот вышел с офисов на трибуну и посмотрел такое величие. Такое впечатление, как театр. У меня жалово закружилось. Стадион, я думаю, один из самых лучших в Европе. А когда уже, будучи игроком Шахтера, выходили на 25-30 тысяч, каждый матч чемпионата Украины собирал. И вдвойне было приятно, когда за тебя болеет. А когда выходили на 50-52 рекорд, да, с Динамо, это вообще были ощущения, когда просто эта чаша вся кипела? когда эти перформансы поднимали какие-то бумажки. Такое ощущение, как ты, так уютно, как будто ты в квартире, что у тебя вот эти четыре стены, все близко, классно спроектировано стадионом, очень было уютно играть там. Можешь самый памятный матч на Донбасс-арене назвать? Можно и один. Ну, для меня лично, когда я там первый гол забил, игра с Зарей, долго не могли забить, и потом на 80, тоже на 80-й минуте получилось забить Слово. И, наверное, первое мое, ну, классическое ТДР без Динамо Киев, я вышел на измену, мы 3-1 выиграли. Тоже был полный стадион в чемпионате Украины. 3-1 выиграли, для меня тоже это вот такие. Переполнение эмоций было. На начало 2020 года у тебя с Шахтером 20 трофеев, просто, ну, фантастическая цифра, 20. Ты в начале своего пути представлял себе такую цифру, что у тебя будет такая коллекция? Нет, я, кстати, будучи игроком Запорожского металлурга, первая тренировка моя с первой командой, ну, с основной командой, я попал в пару с Михаленко Димой, сейчас тренер Дипро 1. Да, и я с ним в паре, нужно было толкаться плечами. Мне 16 лет, и тут человек, который, знаешь, на Киеве играл там по командам, поездил там уже 600 игр в высшей лиге, и мне тогда тренер главный, Анатолий Дмитриевичанцев, говорит, ты не переживай, толкай его, он всего лишь обладатель шести трофеев в чемпионатах Украины, я тогда после треновки серву, ты как можно шесть чемпионатов Украины в Украине? Ну, это нереально, наверное, я еще думаю, ну, как так? Ну, как сейчас? Как ощущение после семи трофеев? Оказывается, что нет, ничего невозможного, главное верить, работать, и все придет. Наверное, если я тебя спрошу такой банальный вопрос, самое памятное чемпионство, ты, наверное, банально ответишь первое, оно всегда запоминается, 11-й год. Я бы чуть-чуть по-другому, какое чемпионство просто рухнули на скамейку и сказали, все, мы сделали это. И какое чемпионство было самым легким? Вот прям прошли так на одном дыхании. Ну, легким точно не бывает. Это борьба на протяжении всего сезона, большое количество игр, и нет такого, как фух, ты это сделал, там, это в каждом сезоне. Ты, когда понимаешь, что там у соперника условно нет математических шансов догнать тебя, или ты там в последнем туре становишься чемпионом. То есть в любом случае ты за 30 туров до конца ты выиграешь, ты скажешь, фух, мы это сделали, мы к этому шли, мы это сделали. Эта игра в чемпионат на протяжении года идет, и я думаю, это совокупность и работы всего персонала, и тренеров, и команды. Это наша главная задача. Ты работал в Шахтюре с тремя главными тренерами на данный момент, да? Это Мир Челуческо, Пауло Фонсека, Луиш Каштру. Понятно, что у каждого тренера своя философия, свое видение футбола. Вот ты, как центральный защитник, как для себя ощущаешь требования каждого тренера, чем они отличались? Чему тебя научил, и что от тебя требовал Мир Челуческо, Пауло Фонсека и Луиш Каштру? Мир Челуческо, он тренер такой, больше делал упор на физические кондиции команды. С Фонсека и с Каштру тактические обязанности защитника, то эти два тренера в Португалии любят зону, оборону, где Мир Челуческо любил один в один играть. В принципе, Пауло Фонсека много раз сказал для меня, как для центрального защитника, даже те моменты, как правильно ставить корпус по отношению к мячу, как правильно открываться по отношению к своему партнеру. и даже разговаривал с Тарасом Степленко, он говорил, да, я многому научился именно у португальских специалистов, которые, они вроде бы мелочи, но... Больше внимания деталям, да? Да, да, но они многое дают, они дают тебе эти доли секунды, которые в игре очень важны. Ты, можно сказать, и раскрылся на полную уже при Фонсеке и при Каштру. Это связано с доверием, которое они тебе оказывали? Вот у тебя стал игроком основного состава и в команде, и в сборной Украины. Или это вот связано как раз таки с особенностями их игры, то, что они требовали? Ну, я думаю, это и то, и то. Я прошел первые сборы с Фонсекой раньше, чем там на тот момент основные раки, ракицкий и Кучер, потому что они были заиграны за сборную национальную. Может быть, Павло увидел что-то во мне и начал доверять. Хотя при Фонсеке я первый год тоже не особо играл, это уже на второй год работы, сезон, я своей игрой заслуживал этого доверия. Сейчас молодые футболисты, они очень рвутся быть сразу в основе, в старте, они не понимают, что такое терпение, что нужно большой путь пройти, обучиться. Ты этот путь прошел, у тебя действительно был долгий период, не будем скрывать, когда ты сидел на скамейке, когда ты был за спинами других защитников. Ты спокойно это воспринимал? У тебя не было никакой такой спешки, что надо что бы то ни стало быстрее выйти на поле? Ну, как только я перешел в Шахтеру, я фактически стал, можно сказать, шестым защитником, потому что тогда был и Кучер, Ракицкий, Чижов, Ищенко, плюс перешел обратно с Барселоны Дима Черинский. Я прекрасно понимал, что... Что, и Хюбшман мог играть? Ну да, там, конечно, мог делать ротацию, но я понимал прекрасно, что игрок, которому 19 лет, вряд ли сейчас будет даже третьим. Но были предложения вернуться в Запорожье или тоже зарюпать, и я сказал, нет, я первый ход хочу. Если я не буду играть, я буду играть за дубль, не буду играть за основной состав, но я хочу потренироваться просто с этими мастерами и чему-то учиться у них и набираться опыта и умений рядом с такими мастерами. Ведь тренировки это тоже дорогого стоит. Хорошо, давай поговорим еще об одном важнейшем аспекте твоей жизни, это семья. Все знают, что ты очень семейный человек, все свободное время с женой, с детьми проводишь. А насколько ты разный на поле и в семье по характеру? С девочками я вообще я таю все время. Если Андрей еще когда маленький был, я мог ему наругать, сделать грозный вид. Он сейчас это все прекрасно понимает. Мне достаточно только на него взглянуть строго, он понимает, где он не прав, что ему нужно сделать. То с девочками они с меня веревки бьют, как говорят мои родители. Я с этим ничего не могу сделать. Какие ты хотел бы качества видеть в Андре и в девочках, воспитать у них главное качество? Главное быть порядочным человеком у нас это получается воспитание. Дети растут хорошие и учителя там воспитатели говорят в садике, что нет у них никаких там никакой подхолинки, подковырки, никакого. Они искренние ребята, которые знают где хорошо, где плохо и как надо себя вести в обществе. Андре уже было порядка трех-четырех драк из-за девочек, потому что он лезет во все свары, когда видит, обещает, 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 обещает девочек, он лезет заступаться. Это от тебя такая? Нет, ну просто я ему говорю нужно девочек защищать, потому что у него сестра младшая, у них драки бывают. Я говорю, как нельзя так делать, это же девочка слабая, она тем более маленькая. Девочек вообще муж-мужики должны защищать, и он так это себе намотал на уши, теперь лезет во все свары. Известно, что жизнь футболиста это разъезды постоянные, сейчас последние пять лет у игроков Шахтера можно на два и трем детям. Ну вот это тоже вопрос о тренерах. Если Случевску у нас был сбор в час на обед в гостинице, мы отдыхали, смотрели теорию, вечером ехали на автобусе все вместе на тренировку, после тренировки на автобусе в гостинице купались, восстанавливались и уезжали по домам. Это было с часу до девяти вечера. У нас такой график был. И плюс три перелета в неделю мы делали. у меня доходя до того, что я приезжал был день дома. Ну как день, я утром тренировался, там вечером уже дома, в следующий день улетал. В неделю я был где-то два с половиной дня дома. И вот так на протяжении нескольких недель Андрей вышел ко мне, увидел меня уже в экипировке утром. Он говорит, папа, что ты с нами не живешь? Он уже думал, что я нашел уже другую семью или другую квартиру уже с ними не живу. Шахтер фэмили, да? Да, да. Я говорю, они к этому относятся. Да, да. Они сейчас понимают. Сейчас вообще времени предостаточно. У нас, когда мы в Киеве, у нас тренировки утром, ты уже в три часа дня уже свободен. Можешь уделить время семье, там отвести на тренировку, забрать со школы. Так что сейчас грех жаловаться. Какой у тебя идеальный отпуск? Вот как ты любишь проводить свободное время? Я могу сказать, вот сейчас у меня был идеальный отпуск. Мы провели 12 дней на пляже, дети покупались в море, потом мы приехали в Киев, отпраздновали своей семьей Новый год и уже я с супругой и мой кум с женой поехали в взрослой компании на четыре дня в Лондон чисто так погулять, посмотреть культуру, историю Лондона, походили по экскурсиям в рестораны, пошли, посмотрели жизнь. Очень разнообразный отпуск, не чисто пляжный, не где-то. Ну, сейчас просто времени много было. Мы говорим, если есть такая возможность, почему бы нет, поехать, хотя бы четыре дня посмотреть, так тур-поход, можно сказать. Скажи, а как вообще переключаешься от футбола в семье? Что помогает? У некоторых видеоигры, кто-то просто любит все выключить, почитать, посидеть. это семья. С появлением детей, когда переступаешь порог дома, уже не думаешь ни о футболе, ни о чем, просто живешь этими шкетами маленькими, да, в семейном кругу, ты уже не думаешь о футболе, да, у тебя может быть проскакивать мысли, особенно после неудачных матчей, у тебя может быть маска счастья, удовлетворения, какого-то веселья, но в душе все равно ты задумываешься, почему так, но нельзя переносить неудачи там с работы уже в семью. Но я знаю еще все-таки одно твое увлечение, которое точно тебе помогает расслабиться, спрошу тебя, кто второй в команде по караоке после тебя? Субтитры создавал DimaTorzok Ну, знаете, Тарас Теплиненко хорошо поет, мы с ним просто уже пели. Дуэты не записывали? Не, 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 пели, да, но записи, не знаю, к счастью или к сожалению, нет. Если дуэтом, что поете? Не Магомаева, не вытягивает? Нет, Магомаева никто не совпадает с ним на певе. Я думаю, в основном у нас за друзей Черняковой. Блиц, какая музыка у тебя играет в машине по дороге на тренировку? Я меломан, у меня от шансона до тяжелого рока и все. С чего начинается день Сергея Кривцова? С душа. Когда последний раз был в кино? Неделя назад. Какой фильм? Вспомнишь? Да, «Приключения» доктора Дулята. Книга, которую хотел прочитать, но никак не доходят руки? Не доходят руки. А, я ее прочту все равно. Это Юваль Ной Харари написал «Сапиенс» в первой книге. Вот сейчас у него вторая книга. Я тебе могу дать, у меня все три. У меня тоже она есть. Она есть, да. Я просто сейчас подстел на другого автора, Дмитрия Луховски. Я вот его хочу все книги прочесть. «Метро», да? «Метро», да? «Метро», да? «Метро», да? «Метро», да? «Там будущее», «Сумерки». Я вот уже осталась у меня заключительная книга и перейду уже к «Харари». Против какой команды хотел бы сыграть? Против Ливерпуля. И три главных человеческих качества. Доброта. Я думаю, самое главное… Знаете, тебя чувство юмора где-то должно быть в этом списке. Чувство юмора – это то, что, наверное, каждый мужчина ценит в женщине. Если у женщины есть чувство юмора, то это уже огромный плюс к ней. Я думаю, чувство юмора, доброта и… даже не знаю, что еще. Хороший голос тогда пусть уже будет такой. Хороший голос и хорошая композиция в iTunes. Это был Сергей Кривцов. Сергей, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова